У нас заседание по обсуждению доработанной диссертационной работы Мусабалины Динарии Сериковны. Значит, диссертационный совет в том составе, который был избран 25 марта 2022 года. Значит, есть чуть ряд изменений, значит, поэтому разрешите огласить. Значит, у нас на прошлом заседании исполняющая обязанность ученого-секретаря была Кирдосинова Касья Александровна. Значит, к сегодняшнюю дню у нас по приказу ученым-секретарям диссертационного совета 8Д 041 бизнес-управления по специальности 6Д 0517-00 инновационный менеджмент. Значит, назначена Мухьяева Динара Мухтаржановна, ученым-секретарем, доктор ПИЖДИ. В сегодняшнем заседании, значит, Касья Александровна будет участвовать, но без права голоса, да? Без права голоса. Теперь дальше, значит, по сегодняшнему по составу. Сейчас из 8 членов диссертационного совета присутствует 7. Сергей Михайлович, Василий Сергеевич, значит, что-то он подключается, может быть, по техническим причинам, но если будет возможность, наверное, подключится. Два рецензента, значит, Борбасова, Зиадана Забекуна, Жидебекоза, Акнур присутствует. Значит, в общем, из 10 голосующих членов диссертационного совета 9 человек присутствует. Значит, кворум имеется. Значит, так как я являюсь научным руководителем, так же, как в прошлом диссертационном совете, значит, председателем сегодняшнего заседания, значит, назначен профессор Курманов Нурлан Айтельдаевич, заместитель председателя диссертационного совета, назначен доктор экономической наук, профессор Турикова Атамиткина Диханна, ну, остальное, так все. Тогда Нурлан Айтельдаевич, слышите? Да, да, слушаю вас. Теперь по сценарию, значит, пожалуйста, вы можете вести сегодняшнее заседание. Удачи вам. Сергей Михайлович, присоединится. У меня технические проблемы. А, присоединился, да? Все, 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 Сергей Михайлович. Тогда, значит, 100% кворум есть. Спасибо. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Спасибо, Боржан Советович, за предоставленное слово. Сегодня на заседании диссертационного совета присутствует 8 членов совета. Отсутствующих членов совета нет. Для проведения заседания имеется кворум. Два официальных рецензента присутствуют. Есть предложение начать работу совета. Нет возражений. Если нет предложений, то на повестке дня обсуждение доработанной диссертационной работы Мусабарина Динары Серикона на тему «Кластерный подход в управлении инновационной деятельностью Казахстана в условиях перехода к индустрии 4.0 по специальности 6D 05-17-00 инновационный менеджмент на соискании степени доктора философии PHD». Научные консультанты. Первый это Толус Байк Боржан Советович, доктор экономических наук, профессор заведующий кафедры менеджмент экономического факультета Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева в городе Нур-Султан, Республика Казахстан. Зарубежный научный консультант Вольфрэн Шарф, доктор PHD, профессор, генеральный директор Института анализа окружающей среды и организации ИТС «Инновационные технологии» города Дрезден, Германия. Рецензенты присутствуют. Первый рецензент Борбасова Сиада Назибековна, доктор экономических наук, профессор, декан факультета дистанционного обучения Карагандинского университета КАСПА Требсоюза, город Караганда, Республика Казахстан, специальность 08-00-05 «Экономика и управление народным хозяйством». Второй рецензент ЖДБКЗ Акнур, доктор PHD, заместитель декана по научно-инновационной деятельности Казахского национального университета имени Аль-Фараби, специальность 6D-05-17-00 «Инновационный менеджмент», город Алматы, Республика Казахстан. На основании решения диссертационного совета по направлению подготовки кадров 8D-041 «Бизнес и управление» по специальности 6D-05-17-00 «8D-04-117 «Инновационный менеджмент» протокол номер 6 от 25 марта 2022 года. Диссертационная работа Мусабалиной Динары Сериковны была направлена на доработку. Доработанная диссертационная работа была представлена докторантом 1 июня 2022 года в диссертационный совет. Слово предоставляется докторанту Мусабалиной Динаре Сериковне для ответа по устранению замечаний диссертационного совета. Пожалуйста, Динара Сериковна, вкратце по тем замечаниям, которые были вам даны диссертационным советом. Здравствуйте, еще раз. Презентация видна? Так, следующий слайд. Давайте я сразу перейду к замечаниям. Первое замечание у нас было. Следующий слайд. Нет, следующий. Вот. Данные для расчетов агрегированных значений инновационного потенциала регионов охватывают показатели за 2010-2018 годы. Для объективности и актуальности результатов эмпирического исследования рекомендуется обновить данные и добавить показатели за 2019-2020 годы. Перед вами я привела несколько примеров из диссертации по расчетам за 2019-2020 годы. Добавлены были расчеты 2019-2020 года. Следующий слайд. Второе замечание было касательно текста диссертации имеются некоторые опечатки, орфографические, пунктационные ошибки. Например, ну, и, например, вот тоже пример привела предыдущие ошибки, и вот были замечания, тоже было устранено. Все ошибки были исправлены. И третье замечание у нас было. В названии таблицы 10 написано, что рэнкинг рассчитан за 2016 год, а в самой таблице указан был 2018 год, рекомендуется исправить точность. Это вот предыдущая таблица, и следующая вот таблица, уже показанная, во-первых, новые показатели, во-вторых, наименование таблицы тоже было изменено на 2020 год. Все. Вроде все три замечания я показала. Спасибо. Динара Сергеевна, спасибо вам за предоставленную информацию. Информация по устранению замечаний представлена. Уважаемые члены диссерационного совета, будут ли у вас вопросы дополнительные, уточняющие к соискателю? Пожалуйста. Я так думаю, вопросов нету? Если нет вопросов, то перейдем к процессу голосования. Проведение тайного голосования будет также осуществлено онлайн. Прошу покинуть зал и онлайн-teams, платформу всех, кроме членов диссерационного совета и лицензентов. Здравствуйте, уважаемые члены диссерационного совета. По платформе smart.in вы прошли регистрацию. Через две минуты регистрация закроется, далее будет система голосования в таком же формате по зеленой кнопке. Сейчас я завершаю регистрацию и приступим к голосованию. Спасибо. Динара Мухтажановна, спасибо. Объявляется перерыв для проведения тайного голосования. У нас Динара Мухтажановна, сколько человек голосует? Голосует у Динары Сергеевны девять человек. Кирдосиновна не голосует, да? Нет, она уже не голосует. Вместо Кирдосиновой голосую я. Руководитель не голосует. Бауржан-Заветоч не голосует. Так, у нас получается шесть и два лицензента, восемь человек, да? Все верно? Да, восемь человек, извините. У меня тут Бауржан-Заветоч как постоянный филансовет, а он регистрацию не проходит, да. Пожалуйста, голосуем. Уже открыто голосование? Или вы скажете когда? Так, по системе Smartyno голосование открыто. Так, голосуем. 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 Спасибо. 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 Сейчас по системе еще один член институционного совета голосует и закрываем. Спасибо. 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 Все, голосование завершено. Я сейчас отправляю Нурлана Дач на почту результаты. Все верно, Нурлана Дач? Да, сто процентов. Я вижу сто процентов проголосовались. Жду решения для оглашения. На Мейл.ру или на Янукизеп отправите? На Мейл.ру вот отправляю. Протокол. На Мейл.ру. На Мейл.ру. Здравствуйте. Я отправила вам на почту, в тем временем я сейчас загружу в главный экран. Хорошо. Я думаю, можно уже пригласить докторанта, соискателя и присутствующих научного руководителя. Хорошо. Ага. Кто присутствовал. Хорошо. Простите. Простите. М Sansę. Парсюры. Парсюры. Продолжение следует... 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 Так что именно молодой ученый, а сейчас молодых ученых очень сильно поддерживает именно государство. Так что вы дерзайте, и у вас все получится. У нас остался последний вопрос. Это заключение диссертационного совета. Яну имени Льва Николаевича Гумилева по диссертации Мусабарина Динары Серикны. Проект заключения был выслан вам на почту заранее. И нам необходимо обсудить квалификационные признаки диссертации. Я вам зачитаю сейчас те признаки квалификации, которые мы должны отметить. Пункт 8.1. Характер результатов диссертации. 8.1. Теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новые крупные достижения в развитии соответствующего научного управления. 8.1.2. Решение научной проблемы, имеющие важное социально-культурное и экономическо-политическое значение. 8.1.3. Научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса. Пожалуйста, члены диссертационного совета, что мы выбираем из этих трех пунктов? Рекомендовали, что там где-то должно быть протоколь. 8.1. Говорят рекомендации. 8.1. 8.1.1? Да, да. 8.2. Уровень новизны и результаты в диссертации. 8.2.1. Результаты являются новыми. 8.2.2. Отдельные результаты не новые. 8.2.3. Значительная часть результатов не нова. 8.1.2. Первый пункт тоже. Результаты являются новыми. 8.3. Ценность результатов диссертации. Первый пункт. Я не буду говорить вот это. 8.3. Я буду говорить, наверное, потому что... Первое. Первое. Это высокое. Второе. Это удовлетворительное. Третье. Неудовлетворительное. Здравствуйте. 8.3.1. Высокое. Высокое. Неудовлетворительное? Высокое. Высокое. Айгуль Маклабековна говорит, неудовлетворительное. 8.3. Я наоборот говорю высокое. А, высокое. Все. Хорошо. 8.4. Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Первый пункт. Тема входит в государственные и региональные научные и научно-технические программы и программы международных исследований. Второе. Тема входит в программу фундаментальных исследований, отраслевую программу, планы научных организаций и высших учебных заведений. Третье. Инициативные тема. Ну, я думаю, диссертация выполнена в рамках программы. Я думаю, это первое. 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 Фундаментальные исследования. 8.4.2. Пункт. 8.4. 8.2. 8.2. Второй пункт. 8.2. Второй пункт, да. 8.5. Уровень внедрения использования результатов диссертации, имеющие прикладное значение. И рекомендации по расширенному использованию внедрения диссертации, имеющие прикладное значение. Здесь тавтология прикладного значения. Прикладное значение. Первый пункт. На международном уровне. Второе. На межотраслевом уровне. Третье. На масштабах отрасли. Четвертое. В рамках организации. Пятое. Требует расширенного использования. Шестое. Не требует расширенного использования. Второй пункт. На межотраслевом уровне, да? На медведевиканы межотраслевом уровне? Второй пункт, да. Восемь пять два. Восемь пять два. Все, тогда. Ну, уважаемые члены диссертационного совета, хотел бы поблагодарить вас за участие. У нас уже второе заседание по вопросу защиты диссертации докторанта Динары Сериковны. Сегодня она очень хорошо так исправила, доработала свою диссертацию. И мы видим, что человек уже докторант, уже доктор PHD, уже он стремится и хочет достичь определенных результатов в своей деятельности. И я думаю, что я в своем слове, конечно, сказал, чтобы не останавливаться и стремиться к дальнейшему и больше развиваться в научном плане. Спасибо вам. Если кто-то хочет сказать, пожалуйста, микрофон. Хорошо, спасибо, председатель Народ Владимирович, всем коллегам огромное спасибо за сегодняшнюю такую работу. У меня такое объявление. Сегодня сейчас данное заседание закончилось. Мы хотели, чтобы остались на связи. Это постоянные члены диссертационного совета, значит, по приему диссертации на производство следующее. Поэтому, ну, остальные коллеги, я прощаюсь. До свидания. Вот, Акнур, да. Ерекше сеге коб рахмет, амандықта, хабарда болайық. Бірге сеге жұмысларымыздың алтымызда бәрлік өн, көн сестер тұр. Сіздер, жастар, сіздер, жастын қолында, көп сәттлік. Безе да, назыбекуна, кен, кен диханны, көп-көп рахмет, амандықта болтырай.